Здравствуйте. Дисциплина охраны труда. Тема 12. Основы пожарной безопасности на предприятиях информационного обслуживания. К плану у нас 4 вопроса. Температурный режим пожара. Итак, ответим на вопрос, что же мы понимаем под пожарной охраной и каковы его основные задачи. Под пожарной охраной понимают систему государственных и общественных мероприятий, направленных на охрану от огня людей, государственной и общественной собственности и личного имущества граждан. Основная задача – это современная пожарная охрана. Это пожарная профилактика, заключающаясь в проведении системы мероприятий с целью предупреждения пожаров, ограничения распространения возникших пожаров, создания условий для эвакуации людей из горящих зданий и успешного тушения пожаров. Руководство работы пожарной охраны осуществляется главным управлением пожарной охраны, то есть либо сокращенно ГУПО, МВД Республики Казахстан, В состав которого входят государственный пожарный надзор, организующий работу по профилактике пожаров на строящихся и эксплуатируемых зданиях и сооружениях, а также подразделения военизированной ВПО и невоенизированной профессиональной пожарной охраны, ППО сокращенно, на которой возложено тушение возникающих пожаров в городах, на промышленных и других объектах народного хозяйства. Работу пожарной охраны организуют по двум основным направлениям. Первое – это профилактическое, которое заключается в предупреждении пожаров и ограничении их размеров. Второе – это тушение уже возникшихся пожаров. К профилактическим мероприятиям относятся устранение непосредственных или, возможно, причин пожаров, то есть правильный и рациональный монтаж электрооборудования, отопления, запрещение пользования открытым огнем и курение в пожароопасных помещениях, запрещение хранения в необоснованном количестве горючих материалов и так далее. Следующим профилактическим мероприятиям относятся это ограничение распространения возникшего пожара. Сюда входят это сооружение противопожарных стен, преград, противопожарные занавеси, водяные завесы, местные преграды и так далее. Следующим мероприятиям относятся это создание безопасных условий для вынужденной эвакуации людей из здания. То есть что мы сюда относим это пожарные отсеки и секции, противопожарная, противодымовая защита, устройство эвакуационных путей и выходов и так далее. Ну и последнее, следующее мероприятие, мы относим к профилактическим, это обеспечение возможности тушения пожаров. Сюда входит это наличие подъездных путей и проходов к зданиям, наличие действующих пожарного проводопровода, гидрантов, исправность наружных пожарных мест. В соответствии с положением о государственном пожарном надзоре на органы государственного надзора возложены организаторские функции, которые заключаются в разработке и издании правил, инструкции, технических норм, а обязательно для всех предприятий, учреждений, отдельных лиц и литературе по пожарной безопасности. Второе. В пропаганде вопросов борьбы с пожарными среди населения, в организации обучения ДПУ и борьбе с огнем. Третье. И контрольные функции, которые состоят, это были здесь организаторские, следующие контрольные функции, сюда относятся в осуществлении систематического контроля за выполнением всеми объектами, отдельными лицами правил, инструкций и технических норм, регламентирующих пожарную безопасность. Следующее. В проверке и выполнении требований пожарной безопасности при проектировании и строительстве зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения. Ну и третье. В контроле и проверке боеспособности пожарных подразделений и исправности средств пожарной сигнализации и пожаротушения во всех ведомствах, учреждениях, организациях. Государственный пожарный надзор или сокращенно это ГПН на территории страны осуществляется через Главное управление пожарной охраной и его периферийные органы. Органами ГПН на местах являются управление и отделы пожарной охраны МВД Республики Казахстан, управление и отделы пожарной охраны УВД, райисполкомов и облсполкомов и подчиненные им городские и районные отделы. Отделения, инспекции ГПН, а также военизированные и невоенизированные пожарные части МВД. Следующий вопрос это горение и взрывы. Что ж такое горение? Горение это химический процесс, соединение вещества с кислородом, сопровождающийся выделением тепла и света. Современная физико-химическая теория горения относит к горению все химические процессы, связанные с быстрым превращением и тепловым или диффузионным их ускорением. Для возникновения и протекания процесса горения необходимо наличие горючего вещества, окислителя, кислород воздуха, но могут быть также фтор, хлор, озон и источник воспламенения. Причем первые два элемента должны быть в соответствующем количественном соотношении. То есть первые два это у нас наличие горючего вещества и окислителя, мы говорим. А источник воспламенения должен иметь температуру и запас энергии достаточный для нагревания вещества до необходимой температуры. Температуру, при которой вещество воспламеняется и начинает гореть, называют температурой воспламенения. Эта температура различна для различных веществ и зависит не только от природы вещества, но и от атмосферного давления, концентрации кислорода и других факторов. Например, температура воспламенения дерева колеблется в пределах от 250 до 350 градусов Цельсия, торфа от 250 до 280 градусов Цельсия, нефти от 420 до 480 градусов Цельсия и так далее. Посмотрите, это температура воспламенения, то есть очень большая температура. Чем ниже температура воспламенения материала, тем этот материал считается более огнекопасным. Большое влияние на процесс горения оказывает продолжительность действия импульса воспламенения. При длительном нагреве тела возможно его самовоспламенение. Что же такое самовоспламенение? Самовоспламенение – это процесс горения, вызванный внешним источником тепла и нагреванием вещества без соприкосновения с открытым пламенем. Температура самовоспламенения зависит от давления, состава летучих веществ, степени измельчения твердого вещества. Виды процессов горения. Посмотрите, это вспышка, возгорание, воспламенение и самовосгорание. Вспышка – это быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающейся образованием сжатых газов. Возгорание – это возникновение горения под воздействием источника зажигания. Воспламенение – возгорание, сопровождающееся появлением пламени. Самовозгорание – это явление резкого возрастания скорости экзотермической реакции, приводящие к возникновению горения веществ при отсутствии источника зажигания. Запомните, ребята, эти определения. Наименьше температура горючего вещества, при которой создается смесь газов или паров с воздухом, вспыхивающие при поднесении пламени, называют температуру вспышки. Всесгораемые жидкости действуют на два класса. К первому классу относятся легковоспламеняющие жидкости, или сокращенно мы говорим ЛВЖ, обладающие температурой вспышки до 45 градусов Цельсия. К второму – это горючие жидкости, ГЖ, обладающие температурой вспышки выше 45 градусов Цельсия. Итак, перед вами таблица. Две таблицы. Первое – это температура вспышки некоторых жидкостей, посмотрите. Это легковоспламеняющие жидкости, и дается температура. Ацетон – минус 18, бензин – от минус 50 до 28. Вот это температура вспышки. Горючие жидкости. К ним относятся мазот, масла, минеральные, моторные топливы, ну и, соответственно, их температура вспышки. Температура самовоспламенения не является постоянной величиной. Она изменяется в зависимости от концентрации горючего вещества в смеси, давления и объема смеси. А для твердых веществ зависит от измельченности, плотности упаковки, продолжительности нагрева, условий притока воздуха, содержания горючего вещества в общей массе. Ну и вот таблица 2 представлена температура самовоспламенения материалов. Посмотрите, обратите внимание и запоминайте. Следующая тема у нас – это пожар. Это неконтролируемое горение вне специального ЧК, наносящее материальный ущерб. Температура и продолжительность пожара колеблются в значительных пределах. Это от 200 до 900 градусов Цельсия. Особенность начинающегося пожара в помещениях с закрытыми дверными и оконными проемами заключается в сравнительно-медленном развитии горения в течение первых 30-40 минут из-за недостаточного притока воздуха в зону горения. После разрушения осекленений интенсивность пожара резко возрастает. Расчетная продолжительность пожара в библиотеках при количестве горючего материала 50-200 кг на метр квадратных составляет всего лишь 0,2-0,8 часов. В столярных мастерских при количестве горючего материала 25-100 кг на метр квадратных составляет всего лишь на целых 5-2 или 2 часа. Скорость выгорания веществ также колеблется в значительных пределах. Наибольшую скорость выгорания имеет кинопленка на нитросной. Посмотрите, очень быстро сгорает, очень быстро в библиотеках. Взрыв. Это процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. Характерный признак взрыва – это мгновенный рост высокой температуры и высокого давления в месте взрыва. Различают взрывчатые биохимические соединения и взрывчатые смеси. Взрывчатые химические соединения делят на 5 групп. Это азотистая водородная кислота и ее соли. Сюда относятся азиды свинца, ртути, серебра. Следующая – циановая кислота и ее соли. Нитросоединения. Сложные эфиры азотной кислоты. Соли азотной кислоты. Сюда относятся нитрат аммония, метиломин, нитрат. Взрывчатые смеси делятся на смеси невзрывчатых веществ. Это черные пороха, оксиликвиты, игдониты, гранулиты и другие. Смеси взрывчатых веществ с невзрывчатыми. Это хлоратные, перхлоратные, аммонитозелитренные. И смеси взрывчатых веществ бездымные пороха. Пределы взрываемости некоторых паров и горючих газов представлены в следующей таблице 3. Пределы взрываемости некоторых паров и горючих. Посмотрите, все эти табличные данные взяты, как вы видите, в ГОСТ. ССБТ, взрывопасность называется. Здесь это бензин, водород, оксид углерода, метан. Посмотрите, пределы взрываемости. Это в процентах дается нижний предел и верхний предел, соответственно, для каждого. Горючего вещества. Одна из наиболее распространенных причин взрыва в учебных заведениях – это неправильное пользование газовыми приборами. То есть это может быть горелки, плитами, научным оборудованием. Так как при работе с газовыми приборами в помещениях, где они установлены, накапливаются продукты сгорания газов, то эти помещения необходимо постоянно проветривать. Расстояние от газопровода до электропровода, проложенного открыто, должно быть не менее 10 сантиметров до скрытопровода не менее 5 сантиметров. И в конце урока я привела вам список литературы, которые вы можете использовать при разборе практического задания. Ну и ответим мы на вопросы. Три вопроса перед вами. Первый вопрос. Как называют системы государственных и общественных мероприятий, направленных на охрану от огня людей, государственной и общественной собственности и личной имущества граждан? Второй вопрос. Какие существуют виды автоматические изрещатели о пожаре? И третий. Какие виды горения вы знаете? На этом урок закончен. До свидания.